Всем привет! Вы на канале Нас Ужас в Америке. Не лайф, это моя жизнь. Мы сегодня... Сейчас там все сзади порычат, а потом мы поговорим. А здесь еще и музыка играет. Мы гонимся сегодня в Икею. Нам нужен стул. Мы хотим купить стул. Кто был с нами и видел Икея на Эвлоде, тот уже в курсе. Зай, давай туда и с этим не будем путаться. В общем, Икея прикалывается. Первая доставка нам обошлась, по-моему, в 10 долларов. А вторая в 49. Ну что ты вперед забегаешь, Зайк? И мы подумали, что Икея такая, блин, зарабатывает на доставке. Потому что, ну, вообще вся доставка в Америке, вот, по крайней мере, с которой мы сталкивались, всегда бесплатная. Практически всегда. Вот, и когда мы услышали, что Икея берет за доставку, в общем, для нас это было немножко диковато. Потом мы решили заказать стул через интернет. Пойдем прямо вот, чтобы не ехать. Чтобы не ехать, решили заказать на сайте, чтобы он к нам приехал. Стул, который стоит 35 долларов. Они предложили доставку за этот стул 49 долларов. Вот, в общем, мы подумали, что это дичь несусветная. И приперлись сами в этот магазин. Вот, нам он вообще не нравится. Потому что мы будем заблудить. Да, он так настроен, что пока не пройдешь все ряды, то ты из него не выйдешь. И, в общем, в прошлый раз мы заходили через верх. Сегодня мы решили попытаться сэкономить время и зайти через низ. И вот, идем покупать стул. Сейчас мы пытаемся идти, пытаемся идти в процесс движения, чтобы найти, где продается стул на картинке. У меня тоже, я смотрю его и показываю. Короче... Игрушечный отдел. Игрушечный отдел. Зай, что ты хочешь посмотреть? Хочешь игрушечек себе купить? Вон, смотри, как у нас было. Класс! Представляешь, вот ты Сашку понастальгировала. У нас же было все такое, да? Вот такой вот у нас был свинячек. У нас наборчик был вот этот, а ложка еще зеленая. Подожди, а кто нам привез? Такой кружечки не было. Вот этого у нас не было. У нас была вот такая. У нас еще ложка зеленая. У нас просто зеленая была. И вот такая миска. А кто вам привез? Саша, наверное, привез? С Польшей. А следующий раз мы заказывали поилки с вот таким вот верхом. Еще нам мой друг привозил набор мисочек. Короче, они просто неубиваемые. И что нас больше всего удивило, когда мы приехали в Америку и в этой Икеи увидели точно такой же набор за точно такие же деньги, как он стоит в Польше. То есть это вот, представляете, насколько круто вот это вот постоянство цены. не то, что вот у нас в белорусских магазинах, когда приходишь сегодня по одной цене, а завтра по другой. Давай. Короче, нам мало. Мы уже поставили две обувницы. Кто был с нами в тот вкусе? Что почем, какой хоккей с мячом? Ну вот код, смотри. Ну вот что? Берем вот такую штуку. Да? Только коричневого цвета. Размером, ростом с тебя? Да. Только коричневого? Да. И что? Выбрасываем тумбочку, которая под флагом. Тумбочку с под флага, зайка, мы не выбрасываем. Потому что там уголок, мама не горюет. Мы ее выбрасываем. Нет. Ставим туда красивую. Здрасте. И что там будет? Моя обувь. Хоть такие вопросы задавешь. Ну что, ребята, честно с вами. Что ты сегодня ела на завтрак? Лучше расскажи людям. Может они поймут. Вообще ела. Нет, зайка, ты ела какую-то какую-то, наверное. Потому что только с белого порошка может так переесть, понимаешь? Зай, а как ты думаешь, если взять вот эту, поставить с моей стороны крылать, да? Вот это попробуй. И сюда палетки, и вот так вот. Знаешь, много билей. А вот это попробуй. Зай. Вот это красиво, мне больше нравится. Но она и вместительнее, наверное, да? Наверное, да. Она однозначно вместительнее. И она однозначно 20 долларов дешевле. У нее получается 6, а у этой 4 лотка только. А это такие, как у нас, только белые. Ну, за стулом так за стулом. Купить вот такие вот недорогие. Ну, в конце она, ну вот, 19 долларов. Это что он электрический, да? Батарейка не заряжена. Очень недорогие инструментские такие. В дом по-быстрому что-то покрутить. Вообще, инструментов, конечно, мало всех в магазинах. Так, ну что, мы должны идти против движения. Да. Идти, идти. Там, кстати, чемоданы на колесках, но у них как чемоданы чистые. О, вот такая вот свечка продается от этого самого Xiaomi или как его. Смотри, как классно. Еще может и регулируется. Смотри, как прелесть. 24 доллара. Интересно, сколько Xiaomi я вчера видел на одном YouTube-канале. Классная керосиночка. Смотри, зайка яркая. Прелесть. Зайка, так они еще и мерцают эти нити накаливания, видишь? У нас, наверное, не будет смысла, потому что мы запередаем. в том углу были или нет? Там, туда. Ты думаешь, туда? Ну, мне кажется, что туда. Ну, в ванну просто. Может быть, на следующем этаже? Ну, мы сейчас дойдем. Может, мамаху дали? Не дошли. Может, нам лучше надо было сверху заходиться? Блин, тут тупиковая какая-то улица. Ты думаешь, нам на третьем? Я думаю, что да. Хороший вопрос. Мне кажется, мы сейчас замкнем этот круг и не найдем выход. А вон, ну, это рабочий выход. Так, мы в кухню вернулись. Может, спросить вам? Да, давай. Спешали? Ты здесь не видели? Мне кажется, нет. Мы не видели вот этих лепестков. И кастрюли? Нас же и точно не видели. О, лестница. Мы как-то случайно прямо вышли туда, куда нам надо. Да, это кухонные какие-то. Но ничего, мы почти уцелим. Мы почти уцелим. Значит, где-то здесь, значит, мы где-то очень близко. Мы попали в кухню, в технику. Вон там большое-большое. Вон кроватки пошли. Да? Всякие комодики, шелфики. Шелфики, комодики. Вот, короче, нам единственную кровать, которая нам подходит. Какую? Вот эту, которую мы идем. Древянную, да? Это единственная кровать, которую можно взять. Покажите, как ты под нее входишь. Я вообще хорошо. Не наклоняюсь. И можешь сидеть на диване. Это вот. Но у нас не диван, у нас там будет стоять. У дочи будет свой кабинет. Да. Если мы ее все-таки возьмем, то, наверное, так и будет. Но она будет, зайка, спать вот так вот, потолком. Это вот как раз наш потолок. Она привыкла у нас спать. Давай. Короче, это получается, сама она будет 29. Да, 29. И 9. А все остальное? А матрас? Матрас можно купить уже и в другом месте, я думаю. Ну, этот матрас. Да. Вот таким займом. Туда, наверное, нельзя лазить. Потому что все это остальное. Ну, вот так вот не выкроют. Большой размер, не маленькая кровать. Да, широкая. Да, Сереж, вот правильно. И Катаринка пускают. А они пускают на двухъярусном спать. Да, пускай спать. Они. Они. Эти двое типов. Эти два типа будут спать на двухъярусном. А Катаринка будет над ними, смотрящая. Да. Так, ну вот, я думаю, нам куда-то в те углы надо идти. Да. А это вот железная кровать, как у моей бабушки и дедушки были. Похоже, с железными спинками. Короче, я думаю, нам надо быстро через все эти кровати проходить. Вон там. Ровно за руку назад. Ровно за руку назад. Назад на спуска человек выйдет. Назад на спуска человек. вот он наш красавчик вот этот стул за 39.99 нам предлагают 45 или 49 доставки ну что берем надо смотреть его код или фотографировать в общем вот этот набор о котором мы говорили нам его из польши привозили вот по этой цене пять лет назад он был с лишним здесь по этой цене и сегодня он по этой цене вот это вот называется стабильность получается лет десять цена не меняется на него вот это вот стабильность так что икея рулит иногда счастливые обладатели бесплатной доставки убивает платной доставкой и особенно суммой доставки в общем вот такая маленькая покупка задавайте ваши вопросы пишите ваше недовольство кстати когда мы выходим в общем на каждых этажах там в икее стоит такие специальные приспособы на которых четыре рожицы и ты можешь оставить свое так сказать ощущение типа review на посещение магазина от смайлика до очень грустного но мы такие идем впереди идет парень с девушкой ударяют по красному смайлу по которым прошлый раз били на всех этажах ну и в общем оказывается не одним и такие расстроенные и мы им тоже послали красный грустный смайлик в общем это очень неудобно очень очень как-то несовременно и вы были на канале new life with my life пишите ваши комментарии и увидимся в интернете а пока вы можете глянуть вот там летает дирижабль зайка где он как не его словить так он над пальмами жалко не могу показать сейчас попробую снять на другую камеру он дирижабль идет на посадку он регулярно летает в нашем районе и от нас он летит в downtown а сейчас он идет вот парковка у него скажем так между тем местом где мы живем и между икеи и на нем наверно даже можно летать кстати мы должны проследить налетать не будет ну все пока